Ассаламу аликум друзья, с вами вновь Чечен Синдром. Алавдиус Тарханов, командор Андре, чеченец, герой французского сопротивления, кавалер ордена почетного легиона Франции. О нем не писали книги, не снимали кинофильмы, спецпереселенцу и врагу народа не полагалось быть героем, кавалером ордена почетного легиона. А, о том, что Алавдиус Тарханов, герой французского сопротивления, на родине знали немногие. Сам же он об этом рассказывать стеснялся. В 1941 году совсем юный житель из Ачхаймардана в числе тысяч добровольцев ушел на фронт. Тогда никто не мог знать, что через несколько лет его имя узнает вся Европа, и на многие годы предаст забвению, родина. Его звали до войны. Алавдиус Тарханов. Звание командора Андре, он получит потом. Он несколько раз убегал из концентрационного лагеря, в который он попал с тяжелой контузией. Натасканные на человека овчанки, приводили преследователей к беглецам. Несмотря на пытки и истязания, Алавди убегал от немцев. Очередной побег оказался для многих последним. Только двое смогли убежать. Это раненые французские солдаты Алавди. Алавди шел все дальше и дальше, пытаясь добраться до горной гряды, где было бы легче скрыть следы и оторваться от преследования. Он нес на себе раненого товарища, который слабел день от дня. Ему удалось спасти своего друга и отдать его в руки бойцам антифашистского движения «Сопротивление». И Алавди остался с нами. Воевал он бесстрашно. На его счету было много дерзких операций. Его имя обросло легендами. И для французского сопротивления он стал любимцем. Командором Андрей. На мотоцикле он врывался в захваченные немцами населенные пункты. Подъезжал в штабы. И в упор расстреливал фашистов. Генерал Деголь, президент Франции с 1959 года по 1969 год, лично вручил храброму чеченцу Орден Почетного Легиона. После окончания войны командор Андрей вернулся в Советский Союз и на себе почувствовал, что означает определение – враг народа. Многие его родственники остались похороненными в степях Казахстана, а он сам жил в старом домике в родном селе. Так они мне вспомнили. В 1961 году в село пожаловалась специальная комиссия из Грозного в составе партийных чиновников и руководства Республиканского комитета государственной безопасности. Они встретились со знаменитым на весь мир и забытым на родине героем. И начался ремонт его дома, облагораживание территории, а также асфальтирование близлежащей дороги. Всем стало интересно, что же это такое. А причину узнали скоро. Не задолго до этого генерал Деголь на встрече в Париже с Никитой Хрущевым спросил, как поживает легендарный командор Андрей. На что Хрущев ответил – хорошо, хотя понятия не имеет. О ком он спрашивает. Также генерал передал просьбу товарища знаменитого чеченца, что боевые товарищи хотят навестить героя. Отказать было нельзя. Вот и пошли такие разительные перемены в жизни Алавы. И вот борцы французского движения сопротивления приехали в гости к другу. И подарили ему новый мотоцикл. Той марки, на которой Андрей ездил на боевые задания. Французы пригласили боевого товарища к себе, когда он их провожал их до Крозума. Только вот на обратном пути, переезжая через речку Фортангу, его мотоцикл упал с моста. По официальной версии, Алавы, придавленный мотоциклом, не смог выбраться из воды. А, самое трагичное, глубина воды в речке – меньше метра. Это была самая нелепая и странная смерть. Смерть, которая не смогла затмить его боевые подвиги и славу героя. Друзья, если вам понравилось, лайкните и подпишитесь на канал. Друзья, спасибо за поддержку и до новых встреч.